Мы посмотрели, что диоретически в поколении АВ-2 есть возможность проявиться летальной мутацией. Но только в том случае, если размножаются родные братья и сёстры, либо кто-то из них размножается вот с этим родителем. Так что других гетерозеплок просто нет. Допустим, размножение не произошло. Но что у вас с численностью гетерозеплок в АВ-2? Увеличится. Увеличится. Теперь у нас их больше. И теперь они состоят уже в двоюродном расцвету друг друга. Согласны? Это уже не прямая практика. Ясно, что в третьем поколении гибридов F3 их численность ещё возрастёт, а с теми родства ещё возрастёт. В результате с каждым поколением что у вас будет с вероятностью встречи двух гетерозеплок? Увеличился. Четверяков. Правила Четверякова сформулируют, например, таким образом. Любая естественная популяция. Вот это уже никакая не абстракция, не кардиоэмбер, а это уже описание естественной популяции. Любая естественная популяция насыщена рецессивными мутациями, как губка водой. Модель очень хорошая. Лежит в уголках на столе. Вот просто стоят там на двери. Вы можете сказать, она мокрая или шухая? Нет. Нет, не можете. А ещё подошли и нажали меня. Можно. Да. Если она влажная, то я не пошла. То есть до поры, до времени, рецессивные мутации никак не проявляются. Они присутствуют уже в генокруде, но внешнего проявления нет. Кто может не сформулировать, при каком условии, я так сформулировал, начнут фенетически проявляться рецессивные мутации? А что для этого должно в популяции это произойти? Увеличиться. Что увеличится? Число гетерозиводов. Число гетерозиводов. То есть на самом деле, что делает рецессивная мутация? Как можно описать её судьбу? Вот она произошла, а после этого, прежде чем проявиться, она должна распространиться в популяции. У неё должно быть много насильствия. Только в этом случае она проявляется. Так что если где-то проявляется рецессивная мутация, то что это значит? Это вот один единственный организм с этой мутацией или нет? Нет, точно. А это значит, что в этой популяции этот тип мутации уже очень распространён. Без этого бы две гетерозиводов просто не встали. Если там просто братцы строят? Вот на случай братца строят, сейчас будем разбирать. Вот этот случай близкородостного скрещу. Так? На самом деле, этот ход заблокирован почти для всех живых организмов. Кстати, посмотрим на свою папу. Как его можно разблокировать, какой будет результат от этого. В некоторых случаях это разблокироваться. Видите, к чему приводит близкородостное скрещу? Повышается шанс внешнего проявления рецессивных мутаций. Теперь следующий момент. Возвращаемся к олижному списку. Вот такой олижный список. В составе моего года я исследовал некоторые популяции. Неважно, человека, растения, мух. Абсолютно не важно. Исследовал с точки зрения генотеха. И по результатам исследований составил вот такую шкалу чистоты встречаемости. Я просто посмотрел, какие аллели этого гена. Есть, допустим, у двух тысяч представителей данной популяции. И выяснил, что, допустим, 70% этой популяции являются носителями такого аллеля. Еще процентов 20 носителями вот такого аллеля. Еще процентов 6 носителей вот такого. Процента 3 носителей вот такого. Пол процента вот такой. Ну а дальше пошли малые десятые сотые доли процента. Согласны? Согласны. Сделайте предположение. В какой части списка будет находиться более доминантная, а в какой части более рецессивная мутация. В верхней части списка более доминантная, а в нижней более рецессивная. Согласны. Сделайте предположение. В какой части списка будет в основном находиться положительная и рецессивная, и доминантная, а в какой части списка отрицательная. Положительная будет, возможно, выше. Конечно. Обратите внимание, что у нас с частотами положительных мутаций в ходе естественного отбора. Слушайте. Частоты вырастают. То есть положительная мутация, вот она, голова с списками. А где у нас отрицательная мутация? Самая неизвестная. Значит, частота отречаемости отрицательных мутаций бака. Соответственно, отрицательная мутация, вот она, в мозг список. При этом, даже если реализация такой мутации, вызывает крайне тяжелые болезни. Вызывает крайне тяжелые патологии. Может быть, даже общественные. Естественно, отбор когда-нибудь их полностью уничтожен. А почему? Они все что-то сильные. Не в этом дело. Но они просто не всегда проявляются. В каком состоянии? Естественно, отбор будет уничтожать вот этих. Тех, у кого они проявились. Но кого он не может тронуть. Словатый, например. Гетро зебор. Гетро зебор. А каждое поколение? Кого рождается больше? Гетро зебор по отрицательной мутации. Или где-то зебор? Детро зебор. То есть, раз проезжая отрицательная репсивная мутация, никуда не кинется. Она тогда останется вот в этой репсивной мутации. И будет накапливаться их сумма из века в век, из тысячелетия, из тысячелетия. На самом деле, сколько говорить, миллионы лет, миллион лет. Детцы они не могут, а не могут. Естественно, и отбор не в силах каких-то тронетий. Потом мы раздрем. Какая есть в природе сила, которая способна с ними справиться. Сила чудовищная. Ну, с точки зрения нашей человеческой гуманности, совершенно чудовищная. Но это единственный процесс, который нереально может вычищать биноконда популяции. Лишать их вот этого репсивного класса. Выяснили с вами, что самой большой неприятностью можно ждать это реализация вот этих аллергий. Крайне вечно встречаются. А теперь? Ну, если человек не повезло, если его родители таки передали ему парочку каких-то вот таких отрицательных аллергий, причем и папа, и мама, и им проявляться вот эти состояния. Вот. И как мы это делаем называть? А это делаем мы называем врожденной болезнью. Хотя никакого отношения к привычным вам болезням эти состояния не имеют. Можно ли заразиться врожденной болезнью? Врожденной болезнью. Совершенно верно. На самом деле это каждый раз проявление древней мутации, которая произошла там в области, знаете, когда он приехал. А в данном случае просто пришла в помощь и вот на этой столице. Ну и какие врожденные болезни мы с вами уже забираем? Азмин считается? Разно. Правильно. Значит, мы с вами потом же берем в такой генетические риски. Понимаем вот эту штуку. А, дальтонизм. 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 Раз, очень хорошо. Еще. А чего мы начинаем? Дальтонизм. Сепопрепочные. Сепопрепочные они нет. Да, она отсюда же. А это гемофилия. Гемофилия, конечно. Гемофилия. На самом деле все это состояние, это реализация древних генов, древних мутаций, которые происходят далеко не у всех людей. Потому что проявляться она будет только в том случае, с человеком и зеботином в позднем гену. Хорошо. Ну а теперь мы с вами уже разбираемся. Почему в человеческих сообществах брак между родными, сестрами и братьями, вот внутрисемейный брак является запрещенным? Да. Разбираемся. Да. Было дело. Давайте посмотрим. Не лишним будет. Вот давайте смотрим. Сколько у нас всего в одном олене в списке разных вариантов? Семь. Не семь. Четыре. Девять. Девять. Они все вредоносны? Нет. Они все повышают жительную силу. Нет. А сколько каждый из людей может нести одновременно? Сверху. 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 Отлично. Берем нерудственных людей. Так? Ну, допустим, берем людей, предки современного человека, предки которого еще в 18-18 веке уехали в Америку и дальше жили в Америке. Да? И берем человека, в течение трех веков у этих двух людей какие-нибудь общие связи могли быть или не могли быть? С какой вероятностью у них совпадающие аллели по тому же? Вот наш широкий список возможностей аллелей. Я с ним по вероятности очень не сказал. Скорее всего, поскольку они не родичи, у одного, допустим, вот такие аллели в наборе, а у другого, допустим, вот такие аллели в наборе. Мне красиво. Ну, хорошо, даже аллели в этом случае ничего страшного не будет. Давайте смотрим, какие у них будут дети. Учтите, что мы взяли вот этот крайне плохой ген. Не просто плохой, а крайне плохой ген. Хоть у одного наследственная патология разобрется. У кого? Ребята, что над кем доминирует? А4. А4. То есть фен какой построен? Значит, А4 не самый лучший, но относится ли он к группе вот этой грузовидной лавырии? Нет. А вот у него тоже А7. Так что реализован-то у него будет, разумеется, вот эта аллели, а это один из самых лучших аллели. Это понятно? А самый нудрый, да, такой наверху, а большой? Да. Нет, ну это вот это, а еще сутки. Мега шансовидной лавырии. Нет, нет совпадения альбеи. А в гидроциготипе всегда какой вариант программы будет реализовывать? Сутки. А доминантный, а доминантный связан с ослаблением жизненной функцией или с усилением? А это значит, при отдаленном родственном скрещивании потомство будет рождаться, как правило, здоровье. Здесь есть свои ловушки, конечно. Дело в том, что народы, которые в течение гриппного времени жили изолированы друг от друга, могут приобрести такие антические признаки, которые окажутся иммунно несовместимыми, то есть иммунная система ставит на уши. С признаками другие входят. Типичный случай. В Центральной Азии несколько тысячелетий назад мутировал один из генов, определяющих один из глухов крови. Глок Рерс-Ваккар. В результате возникла группа людей. При скрещивании членов этой группы с другими людьми возникают серьезные проблемы во время рейтинга. Потому что если у мамы кровь, имеющая нормальный резус, а ребенок от овца получил отрицательный резус, который в свое время, там, центральная азия, этот овец произошел, то возникает иммунный конфликт. Иммунная система маминого организма обнаруживает чужеродные белки. И как будет она относиться к плодам, которые растущиеся? К плодам. Ну, как к массивной батареальной инфекциям. Кстати, складывающаяся иммунная система ребенка. Как будет относиться к матери? К рожденному образованию. Возникает резкий конфликт. Это просто частный случай того, что далеко не всегда крайне отдаленное скрещивание, такой уж безумничный результат дает. Там бывают свои. Конечно, заморочки. Но если эти заморочки не происходят, то общий результат будет вполне занятен. Что мы будем видеть? Вот если попробуем посравнивать, так скажем, способность к сопротивлению заболеваниям, физическую выносливость, объем памяти и способность концентрироваться. Ну, вот хотя бы эти показатели возьмем. Значит, у существ, которые родились от очень отдаленного скрещивания, когда у родителей вообще очень халерен, и от более близкого скрещивания, когда у человека встречаются. Как по-вашему, какое существо будет более жизнеспособным? Самое удаленное. Самое удаленное. В биологии такой эффект будут называть генородис. Резкое возрастание физической силы, скорости роста, сопротивляемости, усложнение поведения у организмов, рождающихся при отдаленно-родственном скрещивании. Эффект генородиса. Очень широко используется при введении самых разных бород животных. Как, допустим, работает нормальное фермерское хозяйство во всех частях мира, кроме России? Ну, я не знаю, на берегу славного гостя, где-то там тоже не так. Есть у нас первый племяной садок А, где выращивают бычков, я не знаю, дымчатой серой породы, которая появилась на островах Кююнгунгун, значит, где-то там 8 леток назад была эта порода выведена. Вот такая классная порода. И выращивают здесь в чистокровных этих бутах. Отлично. А на племенной ферме Б выращивают чистокровный скот, ну, я не знаю, там, гунорогой породы, которая сложилась совсем в другой точке земного шара, в другое время, а дальше. Хорошо. А вот этот фермер, который производит мясо для рыбки, он что гибает? Он покупает тёлк отсюда, и бычков отсюда. В результате, какие у него телята рождаются? А мы что? А телята у него рождаются смешанными, поскольку у него общих олигий нет. А значит, у них проявляется гитароз. И эти телята растут в полтора раза быстрее. Проблемы с заболеваниями у него на ферме меньше, чем у остальных. Выносливость, требовательность кармана у них ниже, чем у остальных. Выносливость, выстребовательность кармана у них. В результате, вот оно мясное стадо. Но для того, чтобы в следующий раз получить такой же мясной стадо, после того, как я это продал, необходимые источники вот этих чистых линий. Потому что, если я начну, вот этих ребят скрещивают друг к другу. Сохранится ли эффект гитароза? Нет. Наоборот, нет. Через несколько поколений он полностью растворится. А лея-то окажется община. Ну и всё, привет. Никакого выигрыша никто получать не будет максимально. Хорошо. Ну а теперь, а теперь это как-то близко вот к моему встречу. Именно, как-то. Берём эту же пару. Вот эту вот пару. Вот дети здесь супер благополучно. Да? Хорошо. А теперь, если в них что-то произошло, и эти дети стали образовывать общие семейные пары. Обратите внимание, с всего большого широкого списка аллергий, девушков, в данном семействе всего сколько? Четыре. Четыре. Что с разнообразием мальчика? Мало. Уменьшилось. При взаимном скрещивании, что с вероятностью происхождения бомбит и бока? Меньше. Вот это понятно? Да. У вас меньше возможных комбинаций. И теперь смотрим. Если бы мазиководность падает вот на этих ребят, а их половина носителей крайне опасного аллея, то какое потомство будет рождаться? У одного. С выражением вот этих, уже кинетическим выражением вот этих песен. Что приведет к тяжелому, к тяжелой патологии, или даже к следу. При этом мы с вами разобрали игру по одному гену. А сколько генов всего ущерб, напомните мне? Порядка 20-30 тысяч? Да. Да? Познаем сейчас. Можете мне сказать, что ну и что, подумаешь, что здесь такая бродяга? То есть больше половины родится здоровым. Ребята, из 23 тысяч игр, понятно, что 23 тысячи игр, которые играются, каждая играя в каждую гену, все равно один на другую. Сколько достаточно неудачных партий? У вас 23 тысячи партий. Сколько достаточно неудачных, для того, чтобы организм помер? А два партий. Если олень летальна, то и одного хватит за вашу. Поэтому приблизко родственниц. Какие детально? Исключительно. Ну, летальных олелей не так много. Так? Но если у вас, даже не летальная, а то, что предоносная олеля, в некотором количестве одновременно пришли в гоносводность. Какие детеныши родятся? Спасибо. Какие детеныши? Здоровые, сильные, умные, веселые, толстые. Понятно, что у них будет патология, но в того нет. Но при этом, внимание, есть обратная сторона летали. Обратите внимание, а вот это вот эфиры. Были ли вот эти олеля? И вот это. Были? Да. А эфиры, определяющие слабое состояние организма? Ради сильно. Ради сильно. Смотрим, вторая сторона, оборотная сторона, интригинга. Кроме дефектных потомков, могут рождаться еще необычайно мощные потомки. Прето, если у них высокая гоносводность, а при интригинге гоносводность возрастает. Всегда. Хорошо. Ну и родился вот такой друг. Мало того, что он сам супер, он всем своим детям без исключения, как я, или этот товарищ, только в самое лучшее. Это понятно? То есть, грамотнее-то всего считать, что близко родственное скрещивание не столько вредоносно, сколько крайне рискованно. Крайне рискованно. При этом, исходя из того, какое количество признаков у нас есть, шанс того, что хоть и денег, что-нибудь придет в плохое состояние, очень даже реальный. Делать старт вот на этом супер, на самом деле, необязательно. Вот там же хорошо. Берем мы вот такой организм. Вот так. Скажите, сам этот организм, хоть чем-нибудь заступает, он поступает? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Но правда, у его поконков другие шансы. Так? Вот эту программу он передаст только в половину. А вторая половина получит вот эта, которая существует на боку. Поэтому, получаем, как у него, дети, рождающиеся, при близко родственных браках, выигрыши, которые при этом могут произойти, носят достаточно эфемерный характер, потому что такой выигрыш в принципе не отличается от вот этого состояния. А вот проигрыши носят характер всегда тяжелый. Есть и выигрыши, и проигрыши, но последствия проигрыша носят тяжелый характер. Скажите, я бы относился только к человеку или к общему живому существу вообще. А вообще ко всем. Разумеется. Поэтому, разумеется, в природе существует механизм много разных не только у животных, но и у растений, у грибов, у протисты, бактерий. Механизмы, блокирующие близко родственные бричи. Ну, простейший случай у растений очень понятный. Для того, чтобы возникли какие-то плоды и семена у цветовых растений, что должно произойти? Урень. Аплеление слабое. Берем растение. Вот растет морковка бассейна. Допустим, оно однодонное. Здесь сразу есть мужские цветы и женские цветы. Ну, как у кукуруз. Мужское соцветие метелка на самом верхушке, женские соцветия подчатки в основании вещества. слабое. Как правило, время созревания у них тех и женских цветов будет одинаковое или разное? Разное. Разное. В результате пыльца с этих цветов этого растения может ли опылить эти пистики у этого же растения? Нет. А у другого растения, как же где-то так растет, ведь условия в него немножко разные, допустим, чуть больше солнца, оно взяло немножко раньше в целом. В результате пыльца сюда может попасть только оттуда, потому что дети, она еще не готова, а эта пыльца будет попадать на какое-то другое растение, которое еще более-то население. Разное время созревания плавных продуктов. Очень надежная гарантия от джаминного вот такого близкородственного оплодотворения. Но при этом надо сказать, что как раз растения-то достаточно часто для них это не исключительно в случае. Используют не просто близкородственное, а сверхблизкородственное скрещивание. Самоопыление. Есть у них такое. А при самоопыление там не просто близко совпадающие напоры оленя. Там они одинаково, они все гумзикородные погибли. Так? Ну и как же они не умирают? Это же осень. А смотри, все очень просто. Может, они умирают? они умирают? А, да. Мы с вами говорили, что при близкородственном годик готовят при размножении. Сотни. Сотни. Места миллионов пыльцевых зерен, которые уходят в облака пыльцы, не хотите? Спасибо. В результате, если вы имеете вот такой нафор среди заготовок к следующему поколению, можно абсолютно смело девять десятых из этих вариантов вычеркивать. Так? Возник вариант с низкой степенью приспособленности. Вычеркиваем. Вычеркиваем. Какие варианты остаются? Сомнероза. С высокой степенью приспособленности. Вот эти. Так? Но такие игры можно играть, только если ты производишь сто пятьсот половых клеток. А если количество половых клеток невелико, можно ли позволить себе близкородственное скрещение? Нет. Нет. Дело в том, что исключение вот этих из отбора настолько снизит количество потомок в следующем поколении, что их просто выиграет. Более или менее понятно? Хорошо. Итак, это мы с вами проиграли игру, касающуюся близкородственного и отдаленного родственного скрещивания. Ну, в египетских хараонах и в духовном унинке мы, во-моему, уже играли. Не будем это повторять. И почему именно в этом случае возникает перевертыш инцестра? Не закрыть на близкородственное брако, а необходимость. Это мы тоже обсуждаем. За то, что Бог... Ну, да, идея Бога-царя и там дальше в какой-то денисформулирован и все обратно будет.